Это 12-й месяц в этом году и последний день в этом году. И, конечно, есть люди, которые не следят за тем, какое время года, что за этим стоит, как живут, как и живут. Но Бог так сделал, чтобы все-таки мы отмечали, делали в нашей жизни отметки, потому что Слово Божие говорит, чтобы мы могли видеть путь, по которому мы идем, и чтобы мы делали определенные анализы на этом пути. Когда начинался 2017 год, мы его прожили. Некоторые люди, с которыми мы начинали этот год, их сегодня нету среди нас, по разным причинам. Но я не говорю о тех, которые покинули этот мир, которые также начинали этот год вместе с нами, но сегодня они по разным причинам перешли в иной мир. То есть мир, где нету времени. Кто-то оказался в Божьем царстве, кто-то оказался в вечном осуждении. Но есть люди, которые начинали 17-й год, но они его не закончили так, как их Бог видел, чтобы они закончили его. Кто-то сегодня снова оказался на обочине этого мира. Кто-то снова оказался в рабстве какого-то греха. Кто-то снова вернулся на ту дорогу греховной жизни. Но я так рад за тех, кто в 17-м году, в начале года, они обещали, принимали решение следовать за Иисусом. И сегодня вы также продолжаете идти за Ним. Конечно, я верю, что Бог определил через нас. Он не будет это использовать деревьям, он не будет это использовать облакам, он не будет это использовать еще что-то. Он будет использовать свою церковь, рожденных свыше людей, тебя и меня, чтобы коснуться этого мира. 18-й год, это особенный год для нас, как сегодня было подмечено, что Бог заинтересован, чтобы мы ушли на глубину. Глубина – это место, где я себя не контролирую, но я отдаюсь. Я доверяюсь этой обстановке, где я нахожусь. Иезекииль говорил о тех вещах, когда ангел отмерял ему по тысячу локтей, и это мера, куда он заходил. И первые тысячи – это было просто по щиколотку, вторые тысячи – это было по колено, третьи тысячи локтей – это было по поясу. Вы знаете, есть разница, когда человек стоит в воде по щиколотку, это глубина, но она маленькая. Ты можешь бегать, тебе нету таких препятствий в воде, ты можешь двигаться, передвигаться, ты чувствуешь ее, но препятствий нету. По колено уже сложнее, ты можешь, конечно, пробежаться, но уже сложнее, надо усилия прилагать. Но все равно ты контролируешь обстановку, когда по пояс. Ты можешь двигаться, но это уже больше усилия, это уже по-любому вода в какой-то степени удерживает тебя, и начинает она как-то влиять на тебя. Но когда ты заходишь до места, где уже дно ты не чувствуешь, ты уже не контролируешь в этот момент. Ты не можешь себя удержать, но поток начинает направлять тебя. Вы знаете, когда мы погружаемся в Дух Святой, есть люди, они только прикосновения Духа Святого ощутили. О, Дух Святой меня любит, Он меня коснулся, Он меня наполнил. Но человек живет так, как он жил, и ничего не меняется. Да, Бог по милости посещает. Но это не говорится о том, что Бог не хочет, чтобы ты зашел на глубину. Мы сегодня ответственны, где мы находимся. Вы знаете, следующий год, где я приму решение, где я буду находиться, Дух Святой влечет меня на глубину. Там, где я не буду опираться на свои достижения, а полностью могу положиться на Него. Глубина – это место доверия Богу. Поэтому то, что Дима подчеркнул, и вы знаете, это чудо произошло в жизни Петра, потому что такой огромный лов рыбы, который он благодаря послушанию. Есть моменты в нашей жизни, которые связаны со страхом. Страх – это орудие дьявольское, это то, что нас удерживает. Потому что всегда нам хочется что-то пощупать, и мы как-то уверенно чувствуем, если я ощутил опору, все, я вроде бы стою, я знаю. Но страх, когда я что-то не знаю, и дьявол говорит, что ты будешь делать? Вы знаете, всегда, когда мы что-то делаем для Бога, Бог выбивает из-под нас наше основание, чтобы мы встали на Его основание. Он выбивает те вещи, которые привычны в нашей жизни для одной цели, чтобы нас ввести в сферу Духа, которая непривычна для нашего внешнего человека, но так уютна для нашего внутреннего человека, где мы получаем наслаждение, где мы можем обогащаться. Поэтому всякий раз, когда мы принимаем решение следовать дальше, это не бывает так, что мы приняли решение, и все начало получаться. Я сразу вам хочу сказать, кому-то это не нравится, когда мы принимаем решение следовать за Богом. Кто-то ненавидит этих решений, когда мы говорим, Господь, я хочу больше познать Тебя. Апостол Павел говорит в одном месте, что говорит, открыта для меня широкая дверь, Бог ее открыл, но, говорит, противников много. Кому-то не нравилось, чтобы Павел вошел в эту дверь, Бог открыл, но кому-то не нравилось. Сегодня я бы хотел вас призвать, дорогая церковь, на первом потоке мы говорили о отношениях, отношениях с Богом. Вроде бы, всем нам эта тема известна, она понятна, и как бы все мы осознаем, что у нас должны быть отношения. Но между тем, чтобы наши отношения возрастали в Боге, и вот этим местом, где я сегодня нахожусь, есть определенные препятствия, которые нужно удалить. 12 глава послания к евреям мы читаем о том, чтобы мы могли, когда мы преодолеваем поприща, чтобы мы могли удалить из нашей жизни запинающий грех. То, что удерживает, то, что запинает, то, что не дает нам продвижения. Вы знаете, человек так устроен, что он имеет две природы. Одна природа, которую мы от самого рождения получили, это природа Адама. Адамовская природа, она продана греху. Ее невозможно переделать, и вообще, если кто-то занялся перевоспитанием Адама или плоти, то это просто будет напрасная трата времени. Это равносильно, если взять поросенка, хорошо помыть его, почистить, одезодорамить, приодеть его, одеть ему галстучек или бабочку, посадить его на лучшее место. И он такой, этот поросенчик, хорошо выглядит, улыбается, хрюкает, красиво смотрится, но как только ты от него отвернулся, через время глянул, он уже в грязи. И вы знаете, поросенок, если нет рядом грязи, он ее сделает сам и влезет туда. Это его природа. Можно ругать его, можно говорить, что ты наделал, я столько времени потратил, я одел тебя, ты снова выпачкался. Вы знаете, эту природу невозможно изменить, потому что это поросячья природа. Но есть природа, о которой сказано, что это новый человек. Новый человек, он создан по Богу. Наше новое рождение имеет отличительные качества от того, что мы имеем от Адама. Внутренний человек, он имеет природу Божью. В чем она состоит? Это святость, это чистота, это праведность, это все качества, которые имеет Иисус, мы имеем в этой природе. Мы имеем в природе внутреннего человека. Вот почему Слово Божие говорит о том, чтобы мы могли возрастать именно во внутреннем человеке, чтобы он через нас открывался. Если внешний человек будет тлеть, то есть мы ограничим его и откажемся повиноваться его прихотям, он будет с каждым днем увидать, но внутренний будет с каждым днем обновляться, возрастать, прогрессировать. Какую сторону я сегодня займу, от этого будет зависеть мой завтрашний день. Как я буду жить, как я буду поступать. Поэтому внешний человек, как уже об этом говорил Родион, что ему предназначено только одно – умереть на кресте. Плоть, она должна быть распита со страстями и похотями. Мы ее не перевоспитываем. Вы знаете, сегодня, к сожалению, в христианстве направлено все то, чтобы как-то облагородить ее. Вы знаете, Слово Божье не дает ни малейшего извинения или оправдания нашей плоти. Она должна умереть. Один только приговор – смерть. Внутренний человек, он предназначен к тому, чтобы общаться с Богом и явить то, что связано с Богом, проявить это, чтобы это явилось. Когда внутренний человек проявляется через нас, то внутренний человек, он будет являть Божью славу. Внутренний человек, он будет завязан вокруг Иисуса. Не вокруг того, как ко мне отнесутся, что обо мне говорят, как меня превозносят или унижают, и люди реагируют. Какое мнение сегодня обо мне? О, сегодня такое сказали. И так тебе тяжело. Вы знаете, сегодня людей меньше интересует, что Бог думает. Их вдруг стало больше интересовать, что люди о них скажут. А что люди скажут? Первое. Они говорят, а что люди скажут? Вы знаете, а что вот Бог говорит по поводу этой или той ситуации? Вот это должно быть важнее для нас. Что Бог говорит? Не то, что люди, что Бог говорит. Да, мнение людей меняется. Но у Бога есть свой взгляд. И для меня важно, что Бог говорит. Живу я так, чтобы угодить Ему, чтобы Он был возвеличен. Таким образом мы можем прославить Его только Духом. Мы можем возвеличить. Это жизнь наша, которую мы получили от рождения от Бога. Это жизнь, которая началась. Следующий год, когда мы говорим об отношениях. Отношения, они обязательно строятся. Ты не можешь построить просто так, о, Господь, я тебя люблю, ты такой хороший, ты такой прекрасный. Можно столько... Я помню, как один брат мне показал список и говорит, пастор, не хочешь выучить, что в этом списке? Я когда посмотрел, там очень были сильные вещи сказаны в этом списке. И он говорит, когда молишься, чтобы людей впечатлить, нужно вот эти вот вещи, их провозглашать. И там действительно такая мощь из-за этим имена Бога, возвеличивание Бога. Очень сильно это. И мне это понравилось, я взял у него. Но потом я стал ловить себя на том, что это я начинаю делать не для того, чтобы действительно возвеличить его, а для того, чтобы кого-то впечатлить. Чтобы кто-то послушал, о, вот это пастор славит Бога, вот это да, вот это слова у него. А на самом деле, цель не для того, чтобы его прославить, а для того, чтобы вот так вот люди говорили, Богу это не надо. Вы знаете, мы не можем ничего добавить к тому, что он имеет. Все, что мы можем, это войти в то, что он имеет и пребывать в этом. Вы знаете, Бог хочет явить себя через кого-то, и он ищет этих людей. Я хочу быть этим человеком, через кого он явит себя в 18-м году, больше, чем в 17-м году. Я хочу отражать его царство. И когда мы говорим о его царстве, мы обязательно должны иметь в виду не просто царство, непонятно что-то, но за этим царством стоит некто. Это Божье царство, значит, Иисус стоит за этим царством. Когда он нас вывел из власти тьмы и ввел в царство возлюбленного сына, это царство возлюбленного сына, где царем является Иисус Христос, и мы подчиняемся ему. Послушание – это ключ к великим благословениям. И когда мы служим Богу, всегда послушание – это будет как раз дверь к тому, чтобы Бог нас использовал. Это послушание. Еще несколько вещей, которые я хочу подметить, потому что я знаю, что без жажды, без ревности, без страсти по Богу мы ничего не достигнем. Бог проверяет нас, насколько мы Его жаждем. Легко, когда мы собираемся, мы говорим об этом «Господь, я жажду тебя». Легко, не то что легко, но есть еще момент жажда, когда мы оказываемся в обстоятельствах. Просто вот обстоятельства зажали нас. Это как народ израильский, который подошел к водам Красного моря, и были обстоятельства, фараон настигал их, и тупик. И написано, они возопили Господа. Они возопили обстоятельства. Они способствуют. Но вы знаете, это не то, что именно хочет Бог, чтобы мы Его искали из-за обстоятельств, из-за трудностей, из-за какого-то кризиса. Да, оно помогает, но это не то, что Господь хочет видеть. Давид говорит, что в благоденствии своем я прославил имя Его. Когда нету ни кризиса, ни обстоятельств, все нормально, научись в этой ситуации, когда все хорошо, прославлять Бога в своей жизни. Жаждать Его, искать лица Его. Вы знаете, есть такая поговорка о том, что, русская поговорка, что пока гром как-то не прогремит, мужик не перекрестится. То есть, раз, и начинает, другими словами, к Богу. Обстановка такая, страх, надо Бога искать. Восемнадцатый год, мы не знаем, какой он будет, но я знаю одну часть в этом восемнадцатом годе, которая позволит нам прожить его правильно. Это наши отношения с Иисусом. Это наши близкие отношения. Пусть Дух Святой поможет нам. Всякую формальность, все, что как пыль наслоилось в нашей жизни, Возможно, кто-то этого не видит, кому-то кажется, все хорошо, но Бог знает то, что запылилось в моей жизни. И мне нужен ветер Святого Духа, чтобы он сдунул все, что не устраивает Бога. Отношения, они должны быть чистые, прозрачные. Любовь, это не в словах, любовь, это в посвящении и в деле, когда мы следуем за Ним. Дьявол ненавидит этого. Пусть Новый год, в который мы ступим, станет приоритетом нашей жизни, приоритеты Божьего Царства, приоритеты то, что связано с Ним. Слово Божье, это не просто книгу, которую нужно заставить себя почитать. Слово Божье должно стать таким притягательным, притягательной пищей, где мы должны наслаждаться от того, что мы это делаем. Должны погружаться в это, рассуждая о Господе и обогащаться им. Восемнадцатый год, он имеет с собой такие стороны, где дьявол будет использовать, чтобы остановить нас. Но если мы примем решение всегда держаться Господа и возрастать в Нем, мы увидим, что восемнадцатый год, это будет годом огромной жатвы, Божьих достижений, Его славы, Его силы, которая будет проявлена. Я верю в это, возлюбленные, что сила Божья, она должна являться, должна являться. Сегодня столько нужд, которые невозможно решить на человеческом уровне. Есть вещи, которые решаются только сверхъестественно. И мы должны понимать, что Бог, в Которого мы верим, Он сверхъестественный. И мы должны позволить Ему вмешиваться в эти обстоятельства. Вы знаете, сколько есть вещей, которые мы бессильны решить их на человеческом уровне, но есть Бог, в Которого мы верим, имеем с Ним отношение, и Он силен совершить это. И когда мы смотрим на какие-то обстоятельства, вы знаете, в моей жизни было много вещей, которые останавливали меня. Много вещей. Когда одно из таких вещей, через которые я проходил, это то, что были люди, которые имели неизлечимые болезни, и за них подвязался в молитве, чтобы они получили исцеление, потому что я видел много чудес. Я видел, как Бог это делает. И когда проходило время, и они не получали исцеление, и умирали. И наступал такой момент, когда люди говорили, вот молились за исцеление, а Бог не исцелил. Это что? И вот в подобном роде. Я сам себя анализировал в тот момент. Вы знаете, когда люди говорят, это маленькая часть, когда ты слышишь какие-то упреки, но когда внутри тебя поднимается война, внутри тебя. Внутри тебя начинаются вот эти вот вещи, которые ты не знаешь, как объяснить. Ты не знаешь. Ты, только Бог знает все вот эти потрясения, когда ты стоишь и думаешь, очередная нужда, очередная проблема, как ты ее будешь решать, когда ты здесь запутался. Я не знаю, насколько вы понимаете то, что я говорю вам, но это переживания, которые бывают в глубине. И потом дьявол начинает посылать свою, стрелу такую запускает, где написано на этой стреле, больше не принимай таких решений. Подстрахуйся, оставь мост. Вдруг что-то не так пойдет, у тебя будет выход просто по этому мосту перебежать на другую сторону. Всякий раз, когда мы начинаем допускать в своем сердце недоверие, то Слово Божие перестает действовать в нашей жизни. Но когда мы, независимо от того, все-таки уповаем на Бога, да, нужно решать вопросы, почему мы хотели, а этого не получилось. Иногда бывает то, что Бог скрывает в тайне, но иногда Он учит через это и говорит, это вот поэтому и поэтому. А иногда эти вещи заставляют как-то в новом уровне взыскать Бога. Снова его приблизиться к нему. Господь говорит, похоже, я тебя не знал. Вот в этом месте я тебя понимал. Я видел твою руку, но здесь я тебя не понимаю, почему так произошло. И Господь этим самым хочет показать, а я хочу увлечь тебя дальше, чтобы ты не созристосился на этом, а мог видеть меня. 18-й год, это год отношений с Богом. Это отношения, которые должны выстраиваться. Это не просто так, мы провозгласили, и оно что-то навалилось на нас, облако сошло, и у нас отношения с Ним. Нет. Это шаг за шагом. Это нужно умерщвлять плоть. Это шаг за шагом преодолевать препятствия. Это искать Его лицо. Это простираться к тому, чтобы иметь эти отношения, слышать Его голос. Не для того, чтобы продемонстрировать перед людьми, Господь со мною. Я вам сейчас докажу, что Господь со мною. Никому доказывать не надо. Войти во вкус наслаждения, общения с Ним. Радоваться тому, что Бог в моей жизни, что я слышу Его голос, что Он направляет меня. Вы знаете, что может быть больше всего этого, когда мы имеем отношения с Ним? Вы знаете, Бог может проявляться через каждого человека, но надо Ему позволить это сделать. И когда мы имеем с Ним отношения, Он знает. Может быть, это будет тот момент, и не надо напрягаться. Возможно, Петр и Иоанн, они много раз проходили мимо человека, который был от рождения хромым и сидел возле красных ворот в храме. Но вот в один момент что-то произошло. Я думаю, что по той дороге в храм они много раз проходили и видели этого человека. Но вот в один день что-то произошло, и они остановились. Почему? Они имели отношение с Богом. И они смотрели, и они могли сказать. Вы знаете, не каждый мог сказать, но они могли сказать, серебра и золото нет у меня, но то, что имею, то даю. Они в этот момент понимали, что хочет сделать Господь. И они высвободили это. И когда толпа окружила их, и стали говорить, какую силу, и они сказали, что вы смотрите на нас, как будто мы своею силу это сделали. Вы знаете, они сказали, что имя Иисуса Христа, которого вы распили, оно укрепило этого человека, его ноги, и он поднялся, и теперь он ходит перед вами. Они прославили Иисуса. Вы знаете, сегодня мы могли бы сказать, да, это Иисус делал, но вы знаете, он использовал вот меня. Они абсолютно, они ушли в сторону, и сказали, что вы на нас смотрите, как будто мы, вы что, как будто мы что-то особенное какие-то. Нет, Иисус, которого вы распили, это Он. Вот на Него посмотрите. Отношения с Иисусом, они устраняют нас, но открывают дорогу нашему Господу Иисусу проявиться через нас. Вот почему Павел, он сказал, что я более всех потрудился, и потом останавливается, и говорит, нет, это не я, не думайте обо мне, что это я, не благодать, которая со мною. Она потрудилась, она это совершила, благодать Господа Иисуса Христа. Новый год, 18-й год, все мы в какой-то степени что-то от него ожидаем. Кто-то прорыва, кто-то каких-то изменений, кто-то каких-то улучшений финансовых, кто-то каких-то вещей. И это нормально. И мы желаем благословения, счастья, любви желаем. Мы желаем успеха, мы желаем процветания, и правильно делаем, когда мы эти пожелания высвобождаем. Высвобождайте эти вещи, это нормально. Пусть в этом году все это будет. Чтобы вы процветали, чтобы имели успех, чтобы вы были благословены, чтобы у вас был достаток. Благословляйте этими словами друг друга. Но пусть это не перекроет самое главное. Это чтобы всегда помнить Господа Иисуса Христа от семени Давидова, который умер за мои грехи и воскрес. Никогда не забыть этой личности, но укреплять с ним отношения. И я бы хотел в этой молитве, когда мы будем молиться сейчас, чтобы мы позволили Духу Святому, чтобы Он коснулся нашего сердца, и чтобы там наступили все эти перемены, переоценки ценностей произошли, чтобы мы по-другому на все посмотрели. Пусть Господь увлечет нас. Пусть Дух Святой привлечет нас к Иисусу настолько сильно. Если кто-то был в чем-то загружен. Вы знаете, сегодня разные вещи могут обладать нашими сердцами. Разные вещи. И, конечно, есть нужды определенные, финансовые, семью нужно содержать. Многие расходы есть. Люди думают, как это все перекрыть. И все это на своем месте. Но это не должно перекрыть главное моих отношений с Господом. Когда мы понимаем, что все от Него, им и к Нему, тогда мир наполняет наше сердце. Да, тебе трудно. Возможно, нету финансов. Возможно, тебе нечем заплатить за твою квартиру. Может быть, у тебя нету средств, на что продукты купить, элементарные вещи приобрести. Может быть, билы заплатить. Нету. И тебе кажется, что все. Если бы хоть лишняя тысяча долларов было, решились бы многие проблемы. Но я хочу сказать тебе, ты имеешь больше, чем тысяча, десять тысяч, миллионы и миллиарды ты имеешь Иисуса в своей жизни. Ты имеешь Его, который знает, как позаботиться лучшим образом. Я уверен, что в следующем году многие нужды в нашей жизни будут разрешаться сверхъестественным образом. Сверхъестественным. Мы должны увидеть Бога в силе и могуществе. И искать лица Его Бога, который может проявляться в славе. Который может по богатству своей славы восполнить всякую нужду в моей жизни. Он это может. Кто-то надеется на какие-то программы, кто-то надеется на какую-то подачку, откуда-то еще что-то. Вы знаете, все это временно. Но Павел говорит, что я верю в того. Это Бог мой, который может восполнить всякую нужду по богатству своей славы. Всякую. Не имеет значения, какая нужда. Он говорит, всякую нужду. Дорогой брат и сестра, всякая нужда может быть восполнена по богатству ни какой-то страны, ни какого-то бизнесмена, но по богатству славы Божьей в твоей жизни. Все, что надо, это иметь с ним отношения. Кто-то скажет, мой бизнес, что-то в этом году был такой слабый, не так сильно все шло. Я не уверен, как будет в следующем году. Я тебе скажу, чтобы ты имел уверенность в Боге. И в следующем году, когда, может быть, когда, может быть, похожие безнеса закроются, а ты будешь процветать. Слово Божье говорит, падут тысячи подлить тебя, и десятки тысяч. Да, что-то будет разрушаться, но когда мы имеем дело с Господом, благословение Господней печали не приносят, но они обогащают. Ты будешь процветать, если есть отношения с Ним. Мы хотим вначале все построить, все сделать, а потом прийти к Господу. О, Господь, если решатся эти проблемы, я буду служить Тебе. О, Господь, если придет разрешение Три нужды, я буду служить Тебе. О, Господь, если бы Ты мне в этом помог, я бы служил Тебе. А Он говорит, сын мой, дочь моя, сердце свое отдай мне, и все остальное, твои заботы, твои все, о чем Ты сегодня суетишься, я разрешу их. Я пекусь о Вас, я забочусь, я тот Бог, Который хочу помочь тебе. Но прежде всего, мне нужно твое сердце. Дорогие отношения, это на высшем уровне. Пусть Господь обильно благословит вас. Когда вы будете стоять перед выбором, и вы знаете, что вот здесь вот Господь, и может быть, этот импульс такой слабенький. Слово, которое мы получаем от Бога, оно не такое сильное приходит. Бывает в силе, что захватывает, а бывает, ну, не так мы его можем ощущать, не так сильно. Оно как такой небольшой импульс. Но в этом Слове Божьем там такой концентрат мощи. И если мы занимаем эту позицию, мы преодолеем все тогда. Если даже там слабый какой-то импульс, но ты знаешь, за этим стоит Бог. Будь послушен. Когда мы принимаем решение молиться, у нас следующий месяц начнется с молитвы. 7 числа и по 28 у нас будет пост. Пост и молитва. Кто-то пост Даниила на три недели возьмет. Кто-то, возможно, каждую неделю будет уделять для поста, для молитвы, для того, чтобы читать Слово Божье, чтобы вникать в это. И вы знаете, мне это нравится, потому что в начале года, как хочется, чтобы был хороший старт. Родион упоминал об этих вещах, что принимают решение, но ненадолго это хватает. Но фитнес эти центры, люди там приходят, а потом спадает вот эта вот энергия. Но как хочется в отношении у Бога, чтобы у нас не просто остановилось, там стабилизировалось, но чтобы это возрастало, чтобы мы переходили из веры в веру, из силы в силу, от славы в славу Его. О, прогрессировали, поднимались, делились по знаниям Господа. Пройдет месяц, и мы собрались. Брат, что у тебя? О, такой месяц был. Да были трудности, но Господь мой, какие чудеса Он являл в моей жизни. Сестра, что с тобой? Что-то долго я не слышу, жалоб о твоей жизни. Слушай, какие жалобы? Бог в моей жизни. Я не о жалобах хочу сегодня поговорить о том, что Он в моей жизни делает. Вы знаете, мы увидим изменения в наших свидетельствах. Мы увидим перемены в наших отношениях друг к другу, потому что Бог будет захватывать нас. Восемнадцатый год, давайте отдадим Ему приоритет. Поэтому, когда вы примете решение провести время в молитве, знайте, кому-то не понравится, и вы встретите противостояние. Но удержите это решение. Проведите время в молитве. Когда вы будете стабильно изучать Слово Божие. Вы знаете, много причин найдется, чтобы отвлечь вас. Просто отвлечь. Оставьте все и уделите время, конкретное время, чтению Божьего Слова. Вникайте в Библию, изучайте, молитесь, и вы увидите, как откровения будут приходить о том, кто такой Иисус в нашей жизни. Мы будем счастливы. И для кого-то, возможно, будет печальный восемнадцатый год, но только не для тебя и не для меня, потому что мы познаем Его, нашего Господа Иисуса. Давайте мы поднимемся сейчас. Кому-то нужно в этом году, в новом году, войти снова в силу своего призвания. Кто-то должен обновить эти отношения с Богом. Разные причины повлияли на то, что вы ушли в сторону. Возможно, были разные потрясения. Дорогие мои братья и сестры, в моей жизни было столько моментов, когда я готов был остановиться, опускались руки, но я знал одно. Я никогда этого не забуду, кто меня призвал. Кто меня призвал, я никогда не забуду. Мой Господь Иисус, который однажды открылся мне и который призвал, Он почему-то среди миллионов, миллионов лучших людей, чем я, вдруг благоволил ко мне. Вы знаете, я не могу это никак объяснить, но я так же не могу, зная то, что Он сделал для меня, просто начать жить, как я хочу. Нет. Я хочу прожить так, чтобы Его имя было прославлено. Прославлено. Вы знаете, имя Иисуса должно быть возвеличено и прославлено. Когда мы принимаем решение, не всегда будет легко, но когда мы преодолеваем это препятствие, вы увидите, как придет огромное благословение на все сферы нашей жизни. Огромное благословение. Я верю в Божье Слово. Оно есть истина. Все остальное – это ложь. То, что Бог говорит, в этом истина. В этом есть сила. Давайте ухватимся за Божье Слово. Ухватись за Его обетование. Вернись к своему призванию. Если ты скажешь, что да, когда-то я ощущал Божий призыв. И это горело во мне. Но это было так давно. И сегодня все потеряно. И мне кажется, что, может быть, это я сам себе что-то придумал. Не соглашайся с этим. Ты знаешь, будь честен сам с собой. Бог однажды коснулся тебя. Я не знаю, кому я говорю это сейчас, но есть человек на этом месте, а может быть, кто-то смотрит нас через онлайн. Вы были четко призваны Богом. И вы знали это. Что-то было в вашей жизни. Бог вас употреблял. И сегодня то, что вы не делаете для Него, вы ищете столько причин оправдать и сказать, что, может быть, это было просто увлечением или еще чем-нибудь. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой разбил всякие нагромождения, чтобы то, что от Бога высвободилось в вашей жизни, то, что вы имеете внутри, имело силу проявиться через вас, чтобы это возвеличило и прославило Бога в вашей жизни. Кто-то остановился в том, что Бог призвал вас проповедовать Евангелие. И вы остановились. Вы стали сравнивать себя с другими людьми. Вы стали видеть, что вы не такие успешны, как кто-то. Вы знаете, мы не соревнуемся в Божьем Царстве. Мы дополняем то, что мы имеем. Мы дополняем друг друга. И то, что ты имеешь. И к чему тебя Бог призвал. И ты это запрессовал. Восемнадцатый год пусть будет годом, где ты примешь решение быть послушным Господу, чтобы это снова открылось в тебе. Когда Господь побуждает вас кому-то сказать о спасении, не имеет значения, это работа может быть, это парковка, это возможно вы зашли в какой-нибудь магазин или в какое-то место и там люди и вы имели побуждение кому-то подойти и что-то сказать, а возможно даже помолиться. И вы это игнорировали, подавляли. Как люди посмотрят, что они скажут и как это будет выглядеть. А вдруг человек это не примет. И вы знаете, у нас есть тысячи оправданий, как это не сделать. Тысячи мы можем найти, но сердце не обманешь. То этот год я хотел бы, чтобы мы начали его с тем, чтобы быть послушным Богу и быть чувствительным к Его голосу. Бог будет использовать вас в разных местах. Это может быть ваша работа, это может быть магазин, это может быть парковка, это может быть просто где-то место в городе, в парке, это может быть какое-то общественное место, а может быть это больница, а может быть это где-то ты был на опойтмоте и Господь побудил тебя. Я молюсь сегодня о том, чтобы пришло дерзновение в вашу жизнь, быть смелым, говорить слово о Господе, быть свидетелем. Вы знаете, не нужно искать какие-то предложения, которые бы могли бы удивлять людей. Личное свидетельство, то, что Бог сделал в моей жизни, это имеет силу. Бог может это использовать. То, что Он совершил с тобою, Он может это совершить и с другим. Ты можешь с кем-то познакомиться и сказать об этом. Ты знаешь Господа как личного спасителя. Если человек, он замедлился в этом и не знает, как ответить, какие у тебя отношения с Богом? Ряд вопросов можно по этому задать. И не нужно напрягать человека, просто скажи ему то, что Бог сделал в твоей жизни. Поделись в простоте. Вы знаете, сила Евангелия, она в простоте. Когда ты делишься то, что в твоем сердце, ты увидишь, как Дух Ситой будет работать в сердце этого человека, которому ты будешь свидетельствовать, что Бог сделал в твоей жизни. Мы увидим, как Бог начнет использовать самых простых людей. Не нужно искать кафедры, чтобы с нее проповедовать массам. Нужно просто быть человеком Божьим на всяком месте. И мы тогда распространим Евангелие, его силы, его царствия по всей этой земле. Его имя будет возвеличено. Халилуя! Мы воздаем тебе славу, Иисус наш. Мы превозносим тебя. Мы возвеличиваем тебя. Ты достоин хвалы, ты достоин всей славы, ты достоин поклонения. Мы благодарны тебе за то, что ты сделал для нас, за то, что ты совершил. Я благодарю тебя. И сейчас я именем Иисуса Христа, я разрушаю действия дьявола во имя Иисуса Христа. Вы знаете, некоторые люди, они находятся как под колпаком. И вы не можете пробиться. Вы хотели начать молитвенную жизнь, но у вас не получается. Вы хотели стабилизировать свою жизнь для Бога, но у вас не получается. Сколько раз вы делали решение не прикасаться к какой-то нечистоте, но у вас не получается. Вы знаете, за этими вещами стоят демоны. Это не просто не получается. Демоны пытаются контролировать и удерживать вас от того, чтобы вы имели нечто большее в Боге. Поэтому во имя Иисуса Христа отрекайтесь от всяких вещей, которые удерживают вас от Бога. Если у вас есть непрощение к какому-то человеку, простите его и отпустите в этом году и благословите этого человека. Высвободите те вещи, которые вы имеете в Боге, и вы увидите, как будет прорыв в вашей жизни. То, что вы не могли сделать, вы начнете это делать, и Бог будет использовать вас. Халлилуйя! Во имя Иисуса Христа Дьявол, ты лжец! Кровь Иисуса Христа против тебя! Всякие твои действия обречены! Кровь Иисуса Христа имеет силу! И сейчас я разрушаю твои действия, направленных против моих братьев и сестер во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса! Я благословляю сегодня мужей на этом месте, чтобы они построили алтарь в своем доме, хвалы и поклонения, место, где будет твое присутствие. Я благословляю Господь глав семейства, чтобы они в новом году заняли позицию, которую ты определил для них, чтобы они вошли в силу своего призвания. Я благословляю жен в этой церкви, чтобы они были послушны своим мужьям, чтобы благословение через них распространялось, чтобы Господь эта земля узнала, что есть обетование в силе, это обетование твоего царства. И я благословляю семьи, благословляю детей. Никто не будет потерян, Господь, в новом году, потому что мы ищем лица твоего, а ты сказал об этом, что если кто-то будет против нас, они проиграют, потому что ты за нас, и мы верим в это всем сердцем. Я благословляю твоим именем, именем Иисуса, именем Иисуса Христа. Дорогая церковь, мы сейчас будем молиться друг за друга, чтобы я хотел подметить, мы много раз это делаем, мы можем взять за руки друг друга, начать молиться, молитвы, благословения, и это хорошо. Вы знаете, слово, которое мы высвобождаем, оно может быть просто звуком, а может нести силу. Все зависит, откуда мы его высвобождаем. Если оно исходит из нашего разума, как бы оно красиво не звучало, это будет звук. Но если оно из сердца, может быть, оно не так впечатляюще, но за этим словом будет действие. Мы должны другими глазами посмотреть друг на друга. Вы знаете, в Божьем Царстве исключена конкуренция. В этом мире конкурируют, мы нет. Мы нет. Авраам был призван, ему было все равно, что Лот думал. Он говорит, тесно стало. Если пойдешь направо, я налево. А если ты налево пойдешь, я пойду направо. Вы знаете, когда ты имеешь отношение с Богом, отсутствует дух конкуренции. Но вы знаете, что присутствует? Дух любви. Мы начинаем любить. Мы начинаем заботиться. и когда мы благословляем. Один брат мне сказал, что говорит, однажды он был в одном служении и был призыв на благословение, и он благословлял. И говорит, человек оказался рядом со мной, но я не очень, он был симпатичен мне. Мне казалось, он был, говорит, такой хитрец. Всегда хотел кого-то обхитрить и нажиться. И говорит, был призыв благословлять. И я, говорит, когда начал, я сказал, Господи, благослови, потом, говорит, что-то остановило меня. Я сказал ему, Господи, чтобы он не был благословен, лучше, чем я, конечно. Ты его, конечно, благослови, но, конечно, меня больше ты должен благословить. Ты же знаешь, он хитрый человек. Нет, это не молитва благословения Не мы даем оценку людям Бог оценил И за каждую душу Он заплатил великую цену Но когда мы становимся в проломе Мы должны пожелать ближнему Намного больше, чем я бы пожелал себе Мы должны благословлять от сердца И мы тогда будем видеть результаты Мы будем видеть плод Поэтому я бы хотел Когда мы заканчиваем этот год Чтобы мы благословили друг друга На Новый год Слово, которое Дух Святой будет вкладывать в наши сердца Это и процветание, это успех Это и успех в служении Это и взаимоотношения с Богом Это и порядок в семье Вы знаете, мне хочется как-то особенно Сейчас молиться за семьи Демоны, которые стоят за разводом Семей Настраивают мужей, жен Друг против друга Вы знаете, нечистота, измена Врываются сегодня в дома Столько боли, столько горечи это приносит Люди не могут выдерживать, они оставляют друг друга Не должно быть так в христианской среде Измена Это именоваться даже не должно быть Мысли не должно приходить о том Чтобы Позволить духу блуда Контролировать Нами Не должно такого быть Нет Семьи должны кристально чистые Отношения между мужем и женой Должны быть прозрачные Должна быть любовь, отношения Дьявол этого боится Отец Небесный Давайте мы возьмемся за руки Давайте будем благословлять друг друга Я прошу Тебя за эту церковь За прекрасную церковь За прекрасных людей Я благодарю Тебя за эти сердца За которые Ты заплатил самую высокую цену Отдал Своего Сына Иисуса Я благословляю эти сердца Чтобы 18-й год был годом их прорыва, успеха и больших свершений Чтобы они были благословлены во всех сферах В первую очередь в отношении с Тобою В отношении к семье Чтобы они были благословенны финансово Чтобы имели они хорошую работу Чтобы имели они бизнес Чтобы были смелы принимать какие-то решения Чтобы они доверялись Тебе Я их благословляю Благословляю, чтобы Господь сердца Были открытыми для Тебя И закрытыми для этого мира Чтобы мы были чувствительны к Твоему голосу Я благословляю Я иду против всяких сил тьмы Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Прямо сейчас Я разрушаю действия дьявола Дьявол Ты лжец Все, что Ты запланировал, не состоится Кровь Иисуса против Тебя Все, что Бог имеет, имеет эту силу И оно исполнится И мы благословляем друг друга Именем Иисуса Христа Аллилуйя Кто-то, возможно, долгое время подвязается за то, чтобы быть здоровым Давайте вознесем сейчас перед Богом эти нужды За людей, которые находятся в болезнях В нашей церкви Во имя Иисуса Христа будем верить Пусть этот восемнадцатый год Будет годом чудес в их жизни Годом избавления Годом исцеления в их жизни Во имя Иисуса Христа Дьявол Ты лжец Всякие болезни Немощи и недуги Всякие хронические заболевания Всякие болезни, на которых нету у нас ответа Мы именем Иисуса Христа Идем против этих болезней Именем Иисуса Именем Иисуса Христа Всякие болезни, как твердыни Мы разрушаем сейчас Изгоняем их Во имя Господа Иисуса Христа Дух депрессии, уныния Во имя Иисуса убирайся прочь Во имя Господа Иисуса Христа Всякие заболевания костей Всякие проблемы со спинами Всякие проблемы с коленями, с костями, с суставами Во имя Господа Иисуса Христа Во имя Иисуса Всякий дух диабета Всякая болезнь, которая стоит за этим Все, что разрушает людей Которые переносят диабет Именем Иисуса мы говорим Убраться прочь Во имя Господа Иисуса Христа Мы, Господь, противостоим Всяким заболеваниям Мантеполсколерозом Во имя Иисуса Христа Всяким болезням глазным Сердечным болезням Всякие нарушения желудка Всякие нарушения печени Пищеварения Именем Иисуса Христа Мы противостоим этим болезням Всяким инфекционным заболеваниям Во имя Господа Иисуса Всяким нарушением в теле Всякие нарушения в головном мозге Именем Иисуса говорим Убраться прочь во имя Иисуса Во имя Господа Иисуса Христа Мы благодарим Тебя, Господь мой, за свободу Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал Твои раны свидетельствуют об исцелении И мы принимаем, принимаем исцеление Принимаем свободу Во имя Господа Иисуса Халлилуйя, 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 халлилуйя Возлюбленные, начинайте возвеличивать Господа Начинайте превозносить Его имя Начинайте поклоняться Ему Провозгласите Его имя в вашей жизни В ваших обстоятельствах Через все, что вы проходите На местах вашей болезни Имя Господа Иисуса Христа Имя Иисуса Самое могущественное имя нашего Господа Провозгласите Его Возвеличивайте Его Глори, чугад Халлилуйя, 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 халлилуйя Тебе мы поклоняемся на этом месте Мы превозносим имя Твое Халлилуйя, 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 халлил Скажи, как Он велик в твоих обстоятельствах. Перестань смотреть на свои проблемы, посмотри на Его величие. И прославь Его, мой Бог, в Которого мы верим, Он великий Бог. Великий Бог, великий Бог, великий Бог. Ой, пока ты велик. Великий Господь. Ой, пока ты велик. Аллилуйя 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 Великий Господь, Великий Ся Аллилуйя 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 Великий Господь, Великий Ся Аллилуйя Великий Ся Аллилуйя Великий Ся Аллилуйя 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 Дорог как люди будут слышать не о церкви, а о великих делах Божьих. И изумляли все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. Вы знаете, как хочется слышать сегодня, чтобы люди удивлялись, когда они приходят в церковь, когда тут происходят вещи непонятные, что это значит, чтобы мы не поймем, что это. Знаете, наши служения не стали предсказуемыми, мы знаем, как начать и как закончить, но я верю, 18-й год, он будет удивлять многих, люди будут удивляться, что это значит, а что это. И смотрите, что дальше. А иные, насмехаясь, говорили, они напили сладкого вина, и такие будут. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо третий час дня. Но это и есть предназначенное пророком Иоиле, предреченное пророком Иоиле. И будет в последние дни, говорит, Бог изолью от Духа моего на всякую плоть. Дорогая церковь, на всякую плоть. Знаете, в последнее время мы знаем, такие вещи происходят, когда мы думаем, есть особенные люди, на которых Бог изливает. Восемнадцатый год. Я хочу, чтобы мы поверили, что Он изливать будет на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемые будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолю от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения, на земле внизу кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Халилуя! Слава Богу за пророка Иоиля. Слава Богу, что это совершилось две тысячи лет назад. И слава Богу, что это не ушло в историю. И слава Богу, что это реально и сегодня. И слава Богу, то, в чем мы находимся, мы верим, что это имеет силу в нашей жизни. То, что Петр провозгласил, то, что Иоиль пророчествовал. Это реально сегодня для нас. Поэтому я хочу, чтобы это слово не было просто историческим доказательством, что это произошло тогда, в день Пятьдесятницы. Пятьдесятница в силе сегодня. Дух Святой движется сегодня. Он изливается точно так же на всякую плоть. И то, что Бог определил в эти дни, я верю, что это будет особенное излияние двух дождей, раннего и позднего, в одно время. Мы будем видеть эту славу Божию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok